здравствуйте дорогие друзья небесная цивилизация всех кто нас слышит мы сейчас вместе с пророком михаил судаковым находимся в лаотикийской церкви это место представьте на которые были обращены глаза господа глаза животворящего духа и он транслировал определенное послание мы специально сюда приехали почти там за 400 километров алании чуть меньше чтобы побыть здесь мы уже переживаем здесь очень сильное помазание как только пришли сюда и снова и снова отец говорил к нам вот мой сын здесь ходит можете посмотреть это мой сын во время пророческого обращения к нему он прямо сокрушился были слезы и мы все тут это переживаем удивительно что не сговариваясь мы приехали сюда семьями да просто думали мы не знали в каком составе приехали семьями это тоже что-то значит вот это алтарь этой церкви я хочу сказать что очень важно не столько само место сколько то что трансляция которая была сюда направлена иисус он в каждое обращаясь каждой церкви а по особенным образом представлялась и вот как он представился лаотикийской церкви он говорит я аминь свидетель верный и истины начало создания божьего иными словами он говорит я начальник всего создания почему он так именно сказал аудикийской церкви эта церковь которая была на самом деле очень сильно процветающей она была очень развивающейся об этом говорят его дальнейшие слова он говорит и разбогател я ни в чем не нуждаюсь то есть ты даже не знаешь в каком-то состоянии находишься это хорошее такое урезонивание он говорит не забывай что все что у тебя есть это я я начал начальник создания я начальство над этим то есть ты должен помнить главное что ты сын божий он дальше в обличает так аккуратненько говорит тебе надо заботиться о вещах которые исходят от меня помазали о твоей одежде что ты должен знать что ты можешь обвлекаться в славу и говорит и за помазание и за одежду и за золото огнем очищенное как мы знаем это вера откровение и он дальше горит я люблю тебя я хочу чтобы у тебя произошли перемены это так важно друзья что иисус он демонстрирует вот это последнее он обращается к ладзикийской церкви именно сюда он горит и будешь процветать у тебя все будет это правда но считай это за ничто я начальник создания божия на я начальство этот образ друзья мои это узнаете как иисус мы все знаем что каков небесный каковы и небесные мы должны помнить что мы в логическом и на процветание и над золотом но самое главное это те инструменты которые есть у нас инструменты животворящего духа это одежда это слава это помазание это видящие глаза и ценности которых не знает этот мир это наша власть он говорит будешь сидеть со мной на престоле я дам теперь вот это то что я слышу здесь она течет течет я думаю что хорошо бы михаил чтобы ты помолился за на церковь смотреть на обязательно знаете самое я люблю то что в этой системе церкви когда мы проезжаем здесь по турции корзе церковь она наделена особой властью силы и эти церкви они были славе божьей почему потому что именно на апостола была слава не пропитывались они были с иисусом а иисус ходил славе также ученики когда дух святой пришел и неприсятницы они еще больше пропитались этой славой и эта слава она 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 здесь можно чувствовать и что когда ты на самом деле ты начинаешь принимать она приходит потому что в декиле написано что слава она никуда не уходит она просто отходит и ожидает когда мы просим когда мы желаем когда когда есть звание что что-то такое чтобы пережить минут она приходит я увидел то что славе все то есть и процветание и исцеление и движение и освобождение то есть именно славе и сам иисусом куда бы ни приходил и даже сотнику он получил не то что там быть он говорит скажи хоть слово он сказал слово и оно пришло также лучше сюда пришли но раз пришло то есть независимо быть угнешь то есть жажда я вот молюсь прямо сейчас мы соглашаемся то что мы переживаем здесь пусть она прямо сейчас она у бога нету расстояния у бога нету места там есть жажда и писание говорит потекут реки живой воды и пусть там где вы есть вы переживете то же самое что мы здесь переживаем пусть она придет в каждый дом он каждое сердце наполнится огромной силой придет обновление особенно сейчас это праздник суккота это праздник расширенного то есть новый год новые возможности новое приобретение новое благословение которое ожидает и пусть вот эта слава она будет в ваших домах где вы будете видеть слышать ну и купаться в этой свая потрясающе друзья смотрите как отец все устроил мне сейчас вот когда михаил говорит что слава она приходит и уходит в то же время в писании рассказано что ей полна вся земля я думаю это знаете такое замечательное удостоверение что слава она зависит ее приход как мы говорим ее наполнению сила от сынов на протяжении всего ветхого завета бог приучал людей к мысли что она появляется там где вы концентрируетесь где мысли где ваш фокус верный она наполняет это место это потрясающе вообще друзья все здесь зависит от нас и все будет так как мы хотим мы прямо имеем за разновение в этом месте мы еще заваляем до встречи